Почему Москва скрывает обстоятельства российских солдат в Карабахе? Блогер Александр Лапшин пишет, что азербайджанские правозащитники из Франции сообщили, что шесть российских миротворцев, которые были убиты в Нагорном Карабахе три дня назад, были расстреляны по личному приказу генерала Алина Гиева, главы службы государственной безопасности Азербайджана. Об этом им сообщил человек, чей брат в качестве офицера сам принимает участие в так называемой антитеррористической операции в Карабахе. По словам блогера, армянская сторона 19 сентября уведомила российских военных о чинимых азербайджанскими солдатами-зверствах. В связи с чем, заместитель командующего миротворческим контингентом Иван Кавган и ряд офицеров выехали в направлении упомянутых сел с целью увидеть, что там происходит. Российские военные наткнулись на азербайджанских военных, которые потребовали, чтобы россияне отдали им телефоны. Те отказались, потом русских отпустили. Но главный сказал, что русских нельзя отпускать, они все видели и их наши ребята сейчас нейтрализуют за селом, просто тут в селе могут быть свидетели. Их расстреляли уже на выезде из села. Согласование, что делать с россиянами происходило на уровне главы СЭК Азербайджана, генерала Алина Гиева, который по их словам лично сказал, что они не должны уехать и что, с Москвой все будет согласовано, пишет блогер. Баку извинился перед Москвой и сообщил, что проведет расследование. Реакция Москвы на убийство своих военных более чем красноречива. Споуксмен МИД РФ заявил, что есть неблагодарные, не ценящие работу миротворцев. Отметим, что убийство произошло в зоне ответственности российских миротворцев, где, согласно трехсторонним бумажкам, у Баку не должно быть военного и полицейского присутствия. РФ не осудила нарушение перемирия со стороны Баку, более того, на уровне Кремля оправдала его. Тут важна убежденность Баку, что с Россией вопрос убийства российских военных будет согласован. Москва, осуществляя руками Баку геноцид армян в Арциохее, скрывает и обстоятельства убийства своих военных, которые стали очевидцами зверств бакинских военных. Москва и Баку пытаются смыть следы своих преступлений. Субтитры создавал DimaTorzok